мы начали это немножко выяснять и пришли к выводу вспомнили так напряглись что в древнем мире 3-4 тысячи лет назад до выхода из египта во всем мире было принято отмечать новый год когда как когда люди отмечали новый год до выхода из египта осенью логично логично совершенно ты собираешь уважай завершаешь год мы с вами видим что и не только здесь хозяйственных труженики земледельцы не только земледельцы завершают свой год и поэтому суккот называется праздником сбора но и животноводы мы с вами видели что когда у них заканчивается этот производственный год когда они устраивают стрижку овец и завязание овец осенью осенью кстати как-то оговорил не ему сиди суккота не варим козленка в молоке его матери вы видите что это обеих как обрадает вам сказал что это как раз как раз отзывы древнего древнего иглопоклонского обычая которые отмечали пастухи он нашел остатки этого праздника где-то в англии по-моему кстати еще в скобках отмечу раз уж мы встретили здесь вам есть стопроцентное доказательство что наши отцы никакого коровьего молока не употребляют и что молоко в торе это козье не вари козленка молоке его матери а что делали с коровами с быками делаю буки были трактором и поэтому что-то на говорит украл быка плати во много раз больше почему потому что бык это трактор а корову я не знаю насколько они ели коровье мясо не знаю не знаю не знаю мы не видим чтобы в этом не три что это весь красная корова такая такая то что коровы были в пехоте но в общем не представляли собой какого-то особого интереса и уж точно не молоко а молоко кстати корове для чего ну да и теленка вот пусть он сосет молоко своей матери